Нелли, детка, если ты насчет субботы, то я могу все объяснить. Какой мерзавец. Я отдала 4 доллара за завивку, купила красивое белье, приготовила ему большую пиццу. А где ты был? Где ты был? С тобой. Со мной? Ты что, не помнишь, у тебя зуб болел? Ретинированный. У него ужасно распухло черес. Да? Ах, да, конечно. Пришлось везти его в больницу на переливание крови, верно? Верно, у нас одинаковая группа. Группа О. О? Нелли, детка, я все исправлю. Ты уже достаточно исправил. Как только мы получим работу, я свожу тебя в шикарнейший ресторан города. Так как, Нелли, у Полякова есть что-нибудь для нас? Мы в отчаянии. Он как раз ищет контрабас и саксофон. Так. Что это за работа? Три недели во Флориде. Во Флориде? Отель Семенол Ридс в Майами, дорога и питание. Ну не прелесть ли она? Пошли к Полякову. Да. Постойте, у него люди. Подождите, мальчики. Верно, подождем. Послушай, Глэдис, три недели во Флориде. Сладкая Сью и ее светские силикопаторы. Им нужна пара девушек с саксофоном и контрабасом. Что значит, кто это? Это Поляков. У меня для тебя работа. Глэдис! Ты там? Глэдис! Сумасшедшая. Играла 112 часов на танцевальном марафоне. Теперь в постели с расшатанными нервами. Вели ей подняться. Как насчет Коуры Джексон? Последний раз, когда я ее слышал, она играла с армией спасения. Дрэкстелт 90-44. Эти идиотки. Мы уже готовы выезжать в Майами? И что? Саксофонистка сбегает с продавцом Библии, а контрабасистка беременеет. Бинсток, я имею полное право тебя уволить. Меня? Я менеджер оркестра, а не ночной сторож. Алло, Бесси Мэллоун, пожалуйста. Что она делает в Филадельфии? Честно? Бесси отрастила волосы и теперь играет в Состаковский. Чернозадая Бесси. Только представь себе. Как насчет Розмари Шульц? Она перерезала себе вены, когда умер Валентина. Нам всем придется перерезать себе вены, если к вечеру не найдем двух музыкантов. Вы знаете, кто нам нужен? Найдите их где хотите. Но чтобы к восьми были в поезде. Покойно, доверьтесь Полякоффу. Как только что-то появится, я вам сразу же звякну. Есть ли у меня место еще для одной стермы? Нелли, давай междугородней. Сик, мы хотим с тобой поговорить. О чем? О работе во Флориде. О работе во Флориде? Нелли рассказала про нее. Мы не опоздали? Вы что, пара комиков? Убирайтесь отсюда. Да, соедините меня с агентством Уильяма Морриса в Нью-Йорке. Тебе нужны саксофоны, контрабас? Инструменты те, но вы не подходите. Мистера Морриса, пожалуйста. Подожди, а что с нами не так? У нас не те формы? До свидания. Не те формы? А тебе кто нужны? Горбуны? Меня беспокоят не спины. Что за оркестр? Нужно было до 25 лет, мы прикинемся молодыми. Нужно иметь светлые волосы, мы покрасимся. И нужно быть женщинами, мы могли бы... Нет, не могли бы. Мистер Уильям Моррис говорит, что это женский оркестр? Да, это он и говорит. Старая добрая Нелли, я ей шею сверну. Я жду. Давай обговорим это, почему мы не можем это сделать? Работав в цыганском чайном доме, мы носили золотые серьги. А когда ты нас послал в гавайский оркестр, мы носили юбки из травы. Что с ним? Он что, пьет? Нет, он и не ест. У него пусто в животе, и это начинает влиять на голову. Джо, три недели во Флориде, и одежду можно одолжить у девушек. У тебя под париком мозги зажарились? Вот это разговор. Купим пару париков в комиссионке. Подложим немного ват, и тут и там. Назовемся Джозефина и Джеральдина. Джозефина и Джеральдина. Пошли. Да что? Кстати, парни, если хотите сегодня подзаработать, в Иллинойском университете, то у них танцы в честь Дня Святого Валентина. Берем. Забирайте. Шесть долларов на человека. Будьте на кампусе в Урбане в восемь часов. Ехать аж в Урбану ради одного выступления? Это двенадцать долларов. Мы сможем выкупить одно пальто. Алло, мистер Моррис. Это Поляков из Чикаго. Скажите, у вас случайно не найдется двух девушек-музыканток? Саксопол на контрабас. Если Уильям Моррис не найдет, мы могли бы. Пошли, Джеральдина. Ехать сто миль. Идет снег. Куда мы собрались? Я что-нибудь придумаю. Например, не дави на меня. Не дави на меня, не дави на меня. Как прошло, девочки? О, ты, я тебе шею сверну. Джерри, прошу тебя. Так нельзя разговаривать. Нелли, детка, что ты делаешь сегодня вечером? Сегодня что? У меня есть кое-какие планы. Ничего особенного. Правда? Собиралась пойти домой есть холодную пиццу. И ты будешь дома весь вечер. Да, Джер. Хорошо, значит, тебе не понадобится твоя машина. Машина? Зачем вам... Не чудо ли он?